Ира Сергеева выиграла сегодня половинку в Сочи. Ира, как дела? Все хорошо. Довольна результатом? Ну, я так и думала, что у меня получится где-то час 13.30, плюс-минус по 3.30, потому что я на этой скорости и тренировалась, и просто быстрее в данный момент я не могу, потому что я готовлюсь к марафону, у меня немножко объемный сейчас объем, это был как контрольный старт, немножко сменить обстановку после Кисловодска, разгрузить голову и переключиться на новый этап работы. Какие сейчас объемы держишь? Ну, у меня где-то в неделю получается 190-200. 190-200? Аааа, в Кисловодске! Жесть. Ну, я еще выходные делаю. У тебя есть выходной день? Конечно. У тебя есть выходной день? Конечно. Блин, охренеть, просто жесть, просто жесть. Сколько у тебя длительная, 35? Ну, вот я бегала, ну, нет, два раза уже по 40 я бегала. Бля, просто где-то бегаешь в Кисловом, ты в парке бегаешь сорок это тут? Ну, вообще, я бегала, ну, в парке, я бегу для того, чтобы, для того чтобы мой организм привыкал к асфальту, то есть костно-мышечная система, а вообще люблю бегать по семерке, по вот. А, ну все, понял, через тешь, которая, да? Да, да, да. Блин, 40, ну ты, конечно, машина. 1.13 для февраля, мне кажется, это очень такое хорошее время, прям, 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 быстро-быстро. Ты в прошлом году в Москве пробежала примерно так. Ну нет, там пробежала 14.02. А, блин, даже быстрее. Ну, то есть, какие-то ожидания есть уже от того, от марафона предстоящего? Я не знаю, потому что, мне сложно сказать, если бы я в том году побежала бы в марафон, мне было бы чего отталкиваться. А так, ну, это ж, это ж четыре раза, три раза по 10, еще 12 километров есть. Ну, это сложно сказать, я не знаю, посмотрим. А хочется вообще, вот есть такой, типа, о, марафон, сейчас побегу, скорее бы, там, прям, хочу, вот это вот. Ну, пока, ну, чтобы не перегореть, я про это не думаю. Ага. Вот. Понятно. Ближе потом там. А ты всю зиму просидела в Кисловодске? Ну да. Суммарно там, мне кажется, уже месяца три, наверное, да? 12 января я приехала. А, 12 января, подожди, ну ты, я думал, как бы, если считать осенью, у тебя ж там вроде бы... Ну, осенью была два месяца, да. Блин. В ноябре-декабре, на, там, 10 дней уехала домой и опять переехала. Ну, короче, ты очень много сидишь в Кисловодске, у тебя голова от него не болит, не хочется там, я не знаю, в каком-то другом месте потренироваться. Нет, не болит. Мне, наоборот, там нравится. Но мне нравится то, что там пересеченка, я люблю по горкам бегать. Да, рельеф этот у тебя прям... Да. И высота для меня там, особенно на Олимпийском, мне вообще приемлемо. То есть, я не рвусь в Киргизию, там, на 1600 как-то. Я там была 12 лет назад один раз, то еле досидела. То есть, короче, Киргизия мимо. Ну, может быть, я попробую, может, осенью, ну, не знаю. Но мне устраивает кислород. Ясно. Что-то еще до Казани побежишь? Ничего. Ничего. Ладно, будешь на результат бежать или на место? Ну, типа, если там вдруг... Я, конечно... Но я не думала, что там побегут тихо, поэтому там получится то и то, наверное. Каким бы результатом ты была прям довольно-довольна? Ну, 2.30 хотелось бы. 2.30. Ну, да. Нормально. Как думаешь, типа... А, вот, ладно, давай вопрос, который я задаю всем марафонцам. Идеальное время и идеальное место для проведения чемпионата России, на твой взгляд? Для марафона? Да. Ну, я не такой опытный бегун в марафонах. Я просто вот знаю, что в Казани там трасса, она очень... Я посмотрела схему. Если это та же трасса, что это было аналогично в 2015 году, ну, там очень-очень... Она слишком замудренная. Не замудренная, там много поворотов, много каких-то там... Просто я когда бежала в 2015 году, я там заблудилась. Просто там было три поворота, и стояли полицейские. Я им говорю, куда бежать, он говорит, мы не знаем. То есть, и... И что было? И куда ты убежала? Ты стояла и ждала? Ну, я посмотрела человека, да, повернул, да. То есть, как бы, ну... Это сколько ты там потеряла? Ну, не знаю. Там, ну, не знаю, может, секунд 30, я не знаю. Вау, блин. А май? Май для чемпионата России – это ок или не ок? Для марафона? Да. Раньше, может, надо или нормально? Или тебе пофиг вообще? Да в май, в принципе, нормально погода, нормально. Нормально. Ладно, вообще, смотри, в прошлом... Ты говорила в прошлом году, что уже собираешься как-то перебираться на марафон. Вот сейчас ты побежишь в чемпионат России, это уже можно считать, что полноценный, и что ты уже вот прям будешь марафон и марафон и марафон и прям? Ну, я посмотрю. Ну, я еще хотела половинки побегать. Ну, суть, половинки марафон, но в смысле уже дорожка, как бы там... Не, ну, у меня были мысли пробежать десятку на дорожке, потому что я никак не могу себя на ней реализовать, но пробежать так, как я хочу. Там, хотя бы там 31-59, ну, чтобы по международнику. Ага. Ну, вот, для меня это просто, может, скорость высоковата, вот, а так, ну, я посмотрю, если я пробегу нормальный марафон, то, может, десятку не побегу. Все, до свидосики. Да, если нет, то... Ну, мне же еще для ШВСМ надо, чтобы там... А, ну, понятно. Чтобы на зарплате оставили, да, и чтобы в сборной меня еще оставили. Ну, в общем, там много нюансов. Хорошо, спасибо, Ира. Желаю тебе удачи в Казани. Спасибо.